А вот детям из многодетных омских семей, кажется, не стоит надеяться на новогоднее чудо. Их не пригласили на елку, им даже не достанется традиционных сладких подарков. В бюджете нет денег. Кризис. При этом, например, в Томске, где бюджет города меньше омского почти на 2 миллиарда рублей, средства нашли. С детьми, их родителями и чиновниками поговорила моя коллега Ольга Качкурова. Дед Мороз, Снегурочка, новогодняя сказка и сладкий подарок. Традиционный набор для губернаторской елки. На которую в этом году дети из многодетных семей, кажется, не попадут. По крайней мере, двойняшкам Насте и Денису и их старшему брату Саше в таком подарке отказали. Сначала звонить в начале декабря, в первых числах позвонили. Потом сказали звонить и через неделю позвонили, через неделю. Потом сказали в конце недели позвонить, что пока ничего неизвестно. Нам не было сводить, потому что никуда не ходим, дома сидим. И, конечно, было сводить ребятишек на новогоднее представление, взять им какую-то сказку. Просто купить билеты в кассе для многодетной семьи слишком дорого. Вот, например, билеты на елку в органы-зал Омской филармонии. Представление с подарком стоит 700 рублей, без 400. Контрамарка нужна и на сопровождающего взрослого. Получается, для семи с тремя детьми праздник обойдется в 2500 рублей. А если детей, например, пять, то это уже 3900 рублей. А когда семья живет на одну папину зарплату, праздник становится сказочно дорогим. Однако в этом году власти устраивают сразу три губернаторских новогодних елки и 35 городских. В мэрии Омска и правительстве области нам пояснили, что пригласят туда детей-сирот, детей-инвалидов, отличников и победителей всевозможных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Многодетных в этом списке нет. Впрочем, часть из них подарки и билеты все-таки получают после жалоб и обращений. В этом году писали, что по жалобе в Собесе сразу находились подарки для многодетных. Я в прошлом году писала, выдали пригласительные. В этом не буду, наверное. Столько гадости вылили потом после этого поступка в департаменте, что пусть сами смотрят представления и кушают. К нашим многочисленным льготам плюс еще такой сюрприз, чтоб не зажрались, видимо. Ждать ли подарка многодетным семьям мы спросили у министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца. Именно это ведомство и распределяет подарки. Да, это наше ведомство. Деньги выделены на это? Деньги находятся. Ну, два года назад губернатор указом решал проблему, то есть вот сейчас нет этого указа. Ну, тем не менее, решение есть. Они, да, ждать, безусловно. Чтобы не ждать милости чиновников, многодетные родители, чьих детей на праздник не позвали, решили сами организовать елку в ДК железнодорожной. Это важное мероприятие, потому что не у всех есть средства для того, чтобы ребенок сходил на платные мероприятия городские. У нас в организации больше 150 семей. Это семьи матери-одиночки, многодетные, у которых действительно финансово большая нагрузка идет. Билеты на елку для детей из больших семей обещают раздавать абсолютно бесплатно. Но пока нет денег на подарки. И общественники из организации «Семейный очаг» ищут спонсоров, с верой в то, что чудеса все-таки случаются. Ольга Качкурова, Антон Щетинин и Константин Демиденко. Омск здесь.